друзья всех приветствую на торговой сессии среды дождались мы наконец-таки важного дня когда на повестке очень резонансные отчеты это предстоящие релиза по данным экономического роста ввп сша годовая оценка но с оглядкой на первый квартал после этого у нас будут данные по запасам нефти сейчас крайне важный показатель потому что нам хотелось бы сейчас как трейдерам продавцам получить больше сигналов в пользу практически полного заполнения имеющихся еще если такие есть и хранилищ которые предназначены для рынка нефти и запас нам в этом помог ты вишенкой на торте сегодняшнего дня будут безусловные итоги двухдневного заседания американского регулятора пересмотрены решения по процентной ставке и пресс-конференция руководителя фрс джерома павла события не то чтобы сейчас крайне важные потому что вряд ли какие-то существенные изменения произойдут но я отмечу вот чуть позже на что мы можем попробовать рассчитывать по факту сегодняшнего опять же выступления председателя ну давайте по порядку начнем с нефти 2339 друзья в целом небольшую коррекцию рынок дал но мы остаемся вооруженными прежним фундаментальным негативом не буду перечислять вам причин я думаю что они вам всем уже давно известны самая интересная тема сейчас это то как быстро будут заполняться имеющиеся оставшиеся свободными нефтяные хранилища опять же если ссылаться на оценку и попробовать положиться на оценку goldman sachs это уже в перспективе ближайших трех-четырех недель запасы точнее хранилища достигнут своей максимальной емкости и в целом будут заполнены до краев а я абсолютно друзья разделяю такую точку зрения я думаю что если попробовать попробовать найти подтверждение такого развития событий и а сценария то многие источники подтвердят что при текущих темпах роста запасов например в кушинге а я думаю что такая динамика характерна в целом для всех региональных мировых площадок которые предназначены для хранения нефти то уже через три-четыре недели мы достигнем а пика вот почему я делаю очень большой акцент на сегодняшние данные по запасам они выйдут в 1730 по московскому времени по прогнозу запасы могут вырасти на 10 и 6 миллиона оценка более чем нормально тем более что накануне вышел релиз от американского института нефти мы их традиционно рассматриваем связки друзья потому что цифры очень тесно коррелируют так вот по оценкам api запасы выросли на 9 и 9 миллиона баррелей если запасы вырастут на 10 миллионов то учитывая рост запасов две недели назад на 15 миллионов и три недели назад на 19 миллионов это явно будет тенденции гиперувеличения прироста именно нефти которую нужно будет где-то складировать и хранить и такими темпами я думаю что еще пару-тройку недель и все действительно пик будет достигнут очень важно отметить что июньские контракты фьючерсы на фьючерсном рынке истекают 19 мая по моему по моему и я друзья в связи с этим предлагаю вам такой сценарий раз уж мы настраиваемся на конкретную перспективу когда рынок окажется вот в вакууме вот этого серьезнейшего негатива если нам известна конкретная дата когда этот вакуум может привести снова к всплеску волатильности возможно даже уходу цен как это было с майским фьючерсом на отрицательную территорию может быть имеет смысл как раз не размениваться на потенциальные изменения новостного фона а просто уже вот ориентируясь на дату 19 мая попробовать поддержать короткие позиции вот до именно этого дня поэтому предлагаю следующие брифинги построить именно с позиции того что прилететь у нас короткие позиции мы знаем когда мы точно начнем активно переворачиваться по рублю все то же самое если у нас акцент на снижение нефти но рубль растет вы должны понимать что это только благодаря действиям центрального банка валютной интервенции сотни миллионов долларов вкладываются для поддержки рубля это пока основная причина единственная причина почему рубль не оказался на справедливых значениях доллар 99 78 индекс американской валюты сегодня в 15 30 данные по ввп за первый квартал по оценкам друзья спад ожидается на 4 процента это худшее значение с 2008 года дальше у нас заседание федрезерва итоги решение по ставке которую скорее всего не изменит она останется на прежнем уровне 0 25 после этого пресс-конференция джерома павла то что происходит сейчас вчерашние распродажи доллара да и в целом отсутствие интереса к доллару такого интереса который должен был бы проявляться в условиях кризиса на мой взгляд сейчас указывает лишь только на то что участники рынка не готовы работать с реальной фундаментальной картиной и с действительностью то есть они живут надеждами на будущее что вскоре ситуация изменится но при этом игнорируете риски которые мне кажутся через отчеты лишь доказывают то что из такого кризиса в том числе американская экономика выбраться быстро не сможет по этой причине чем хуже сегодня выйдут данные чем хуже будут выходить данные в следующие торговые дни тем больше будет шансов у доллара как у защитного актива укрепиться и опять же оказать давление на все сопутствующие инструменты но в данном случае нас интересует идея вот именно роста индекса доллара также сегодня на пресс-конференции я думаю друзья то что на фрс может намекнуть на имеющийся план сокращение последующего баланса на фрс который увеличился за счет вот беспрецедентно по сути программ количественного смягчения это необходимо сейчас сделать потому что если мы посмотрим на действия отдельных регуляторов прочих центральных банков мира то они начинают уже перетряхивать портфель и не в пользу доллара то есть если фрс сохранить молчание то в конце концов через какое-то время могут быть подняты абсолютно целесообразные вопросы относительно дальнейшего могущества доллара и сохранения за ним львиной части именно в международных резервах для сша собственно это основной инструмент их политического влияния в мире и это все прекрасно понимают то есть я допускаю что фрс если не на этом заседании то на июньском точно даст намеки либо полностью разложит детальную дальнейшую карту последующего сокращения баланса которое должно будет реанимировать былой интерес к американцу но до этих пор друзья не переживайте я думаю что доллар все равно все-таки упрощит свои позиции опять же на тех же самых рисках для мировой экономики которые озвучил и на собственных возможностях как защитного актива цели по индексу доллара также остается на прежних уровнях 102 103 золото 1710 снова растем евро против доллара 1 0 8 43 я предлагаю а сейчас евро опустить у нас завтра будет достаточно времени чтобы поговорить о будущем евро перед заседанием европейского центрального банка фунт против доллара 1 24 66 друзья сегодня я принял решение снова выйти из этой валютной пары и снова поставил отложку на уровне 1 23 70 как это было раньше но не хочет фунт никак снижаться при этом что джонсон вчера на первой пресс-конференции после того как ему удалось победить коронавирусную инфекцию сообщил о том что ну наверное как человек который изнутри столкнулся со всем этим что он не хочет пересматривать текущие меры социального дистанцирования и смягчать режим карантина в англии по идее друзья это явный негатив для экономики потому что перезапустить ее быстро не удастся но и на этом фунт набрал больше 100 пунктов это не нормальная реакция поэтому я буду верен прежней позиции на селлу и буду собственно ориентироваться на прежнюю отложку в расчете на то что может быть хотя бы в следующий раз она приведет к тому что пара и и собственно снимет и продолжить снижение в районе отметки 120 биткоин друзья растет 7823 впереди халвинг сокращение премии за майнинг вдвое до 625 по моему токенов за один блок фактически 11 дней по моему остаются для этого события думаю до 8 8 с половиной или при супер сценарии до десятки мы точно доберемся на этом все большое всем спасибо за внимание всего доброго до свидания до свидания